Пришло время выбираться отсюда. Слово дьяволу, я вернулся снова к этой скрижали, отлично. Пойдём попробуем разобрать, что там написано. Это чё за язык такой? Сова, мне нужна твоя помощь. Отличная работа, Джек. Твоё тело отлично прижилось. Мне с таким справиться расплюнуть. П-правда? Да чем тебя в детстве кормили? Да-да, всё это увлекательно, но шевелите крыльями, мы здесь не просто так. Если я не ошибаюсь, однажды эта гора была домом могущественного племени волшебников. Возможно, они оставили эту скрижаль в качестве последнего завета. И это всё? Я проделал весь этот путь ради камня с какими-то надписями? Это скрижаль или обелиск? Хм, мрачные времена для человечества. Должен быть призван защитник. Побыстрее нельзя? Может, за очками в гнездо слетаешь? А, да-да. Теперь понятно. Амулет тлеющего пепла. Ух, одно название уже наполняет меня силой. Последняя строчка неразборчива, но, используя силу этого амулета, защитник человечества сможет снять проклятие дьявола. Какие-то камни, какие-то украшения. И во что я только вляпался? Эээ, так. Возможно, я что-то упускаю, но где находится этот амулет? Он прямо здесь? Подождите, а где амулет? Хм. В чём дело, птица? Где эта штуковина? А её уже нет, и это к лучшему. Это что за кар? Говорящие птицы, а теперь ещё и говорящие мечи. За что мне всё это? Признаю, это очень интересно. Если ты ещё не заметил, тут всё пропитано волшебством. Теперь понятно, почему люди бросались друг на друга ради этого амулета. А ты? Тебе придётся за многое ответить, обманщик. У-у-у, это возмутительно. Как ты смеешь? Ты... ты чёртова булавка. Если ты называешь этот позорный бой отличной работой, то я сомневаюсь в твоей наставнической компетентности. А ты, тыквоголовый, кто ты? Я Джек, и ты мне уже нравишься. Вот и славно. Если собираешься сражаться, сперва научись делать это правильно. Я тебе в этом помогу. Погоди, вы что, не слышали, что кто-то забрал амулет? Кто-кто забрал амулет? Кто-кто-кто? Полегче. У меня от твоего крика аж сталь завибрировала. Пришёл твой друг и забрал его. Видимо, вы отвлекали этого жуткого фантома, пока ваш друг добирался сюда. Наш друг? Приветствую. Кар. Да, я про него. Я полагаю, вы друг друга не знаете. О, я знаю достаточно. Так ты и есть тот изгнанник-защитник, которого дьявол отправил за мной. Честно сказать, я разочарован. Выходи, трус. Не получится, ведь меня здесь нет. Я немного задержался, чтобы посмотреть на ваш бой с моим помощником в руднике. Очень занятно. Отличное было представление. Я с радостью повторю это представление. Всего-то нужно кожу с твоего черепа содрать. А потом я вырву этот амулет из твоих холодных мёртвых рук. Мы ещё посмотрим. Амулет необходимо изучить, чтобы раскрыть его потенциал. Возможно, ты захочешь присоединиться ко мне. Мы можем вместе снять проклятие силой амулета. Этот тип меня сильно пугает. Он? Он оставил немного духа на растерзание, чтобы посмотреть на ваш бой. Может, я злой и работаю над дьявола, но вы, голубчик, настоящая мразь. Подумай о моём предложении. Мне столько всего хочется о тебе узнать, Джек. Ну всё, теперь это личное. Вот и зазнакомились, как говорится, да? Но есть и хорошие новости. Теперь у меня есть мяч. Приветище! Мы продолжаем прохождение тыквы, Джек. Великого Джека, мастера обмана, наконец-то обманули самого. Обнаружив скрижаль в сердце горы, Джек узнаёт, что он опоздал. Их ладнокровный волшебник, защитник человечества, заполучил могущественный амулет и продвинулся на шаг ближе к захвату дьявольской власти над миром и снятию проклятия. Но у наших горемычных героев по-прежнему есть надежда. На грандиозную битву Джека с духом, пленённым волшебником, обращает внимание волшебный меч, обещающий сделать из Джека великого мастера боевых искусств. Теперь, чтобы нагнать врага, Джек и его спутники стремительно покидают гору и отправляются по магическим следам волшебникам, ведущим в глухой лес. Ну, как говорится, снова в путь, но только в этот раз уже левитирую. Шикарно! Меч одарил меня способность улетать, точнее парить над землёй. Надеюсь, в бою этот меч окажется намного эффективнее. Вот сегодня мы это и узнаем. Ладно, хорош выпендриваться, почесали. Точнее, полетели. Ах, да, если что, я смогу сменить в любой момент оружие. У меня теперь их целых три. Покажи, чему ты научился, Джек. Джек, я стану твоим наставником по убийству. Отличные новости, но я думаю, что я буду распаковывать коробки тобой, ножик. Ладно, шучу, а ты всё обидится. Богом забытое место. Да ладно, не ссы, ворон. Блин, вечно ты всё портишь. Болото, нежить, черепки пуляющие непонятной фигнёй. Какая дьявольская атмосфера, это же просто кошерно. Самое то, чтобы кого-нибудь убить или что-нибудь сжечь. О, сова. Здорово! А, блин, это не наш, ладно, пошли. Перепутал немножечко. А вот, смотри, вот и наш, собственно. Уф, да. Я не в восторге от этого места. Совы и болоты несовместимы. Мы с терпением тоже несовместимы. У тебя есть десять секунд, чтобы объяснить, почему я здесь. П-поч... Джек, ты не доверяешь своему верному компаньону? Восемь, семь, шесть. Джек, я твой куратор. Прояви уважение. Четыре, три, два. Ладно, ладно, Люцифер всемогущий. Вот упертый грубиян. Мне удалось отследить волшебную энергию портала, созданного волшебником. Эта энергия привела нас прямиком к этому болоту. Вот и всё. Значит, есть шанс, что волшебник здесь. Вот. Разве было так сложно сразу сказать, а? Ой, заткнись. Это я ещё и грубиян. Да, он мне такой говорит, заткнись. Ворон, нет, ну ты слышал это? Когда-нибудь я эту сову поджарю, а перья пущу на стрелы для лука. О, брёвна качающиеся. А, Люциферские происки, а? Задело меня чутка. А тут что сведется? Смотри, черепок. Снова черепки. Двадцать штук собери. Удача ко мне, приди. Зазывай, как могу. Ну что, снова эти древесяги. Для кого это всё предназначено? Но явно же не для меня, да? Я мастерски их преодолеваю. Тут явно произошло что-то плохое. Да ладно, Кэп Ворон очевидность. Как будто я сам не вижу. Везде, где мы с тобой проходим, что-то произошло. Так что это даже не удивительно. Да опа, аккуратненько. Это было очень близенько. А вот и первые запечатанные двери. Тыквенный крем-суп. Опять что-то поджёг. Ой-ой-ой, шиньки. Где бы я не был, огонь всегда со мной. Ну а что, если я танцую в брейк, то я ещё и рэпчик могу. Похоже, мы не одни. Ну, конечно, не одни. Ты посмотри вокруг. Куча мертвяков. Вот сейчас-то мы и посмотрим, на что способен наш расколотый меч. Ух ты, вот это круто. Как я это сделал? Чё, всё, что ли? Вот так, Джек. Работай кистью. Ты в курсе, что у меня кисти деревянные? Во! Всё, я теперь въехал, как эта штука делается. Буду теперь пачками нежить убивать. О, черепочек. А там котёл. То, что нужно после схватки. Так-то лучше. Ворон, ты посмотри, какой пейзаж. Полнолувнее. Вампиров и оборотней не хватает. Но будем довольствоваться нашей нежитью. Отски сатана, чё так больно-то я не понимаю, у меня... Ай-яй-яй-яй-яй, ворон спасай. Меч, помогай. Тыковку мою оберегай. Последний. Фух. Чуть тыкву свою не потерял. За старание пять. Но твоё исполнение оставляет желать лучшего. Слушай, меч, ты вот носово гнал, типа она наставник плохой. Но ты ведь тоже как наставник ни о чём. Говорил, я обучу тебя владению боевого искусства. А в итоге только комментировать умеешь. Во, хоть одна радость есть. Черепок. Лучше бы на самом деле ты был обычным, не магическим мечом. И то бы толку больше было. Смотри-ка, фонарики. Да ещё какого интересного цвета. Кстати, насчёт левитации. Может, я по воде летать умею? Чёрт, только пятки намочил. Не умею я по воде летать. А чё здесь, собственно, происходит? Чё, мост какой-то дырявый. Может, нам сюда лучше пойти? К черепку? Четыре черепка. Четыре дохлых воронца. Жуткий мост, но, видать, нам сюда. Ого, сначала призраки скелетов, а теперь призраки деревьев. Что дальше? Призраки камней? Ну, как сказал меч, это мэйджик. Так что тут может быть всё, что угодно. Даже призраки камней. О, это кто такой? Так-так-так-так-так, новое лицо. Встретить здесь новых друзей, это всегда приятный сюрприз. Кто ты? Я местный торговец, меня зовут. Я не спрашивал, как тебя зовут. И спрашивать не собираюсь. Хм, ладно, а ты кто такой? Я Джек, я выслеживаю гнусного волшебника в этих болотах. Ты сказал Джек, тот самый Джек? Зависит от того, о каком Джеке речь. О том Джеке, который обхитрил дьявола не один, не два, а целых три раза. Ого, не все помнят о третьем разе. Да, старина, я тот самый Джек. Ах, прелестный день, ура, она будет счастлива. О чем ты, старый хрич? А, ни о чем. У меня запланировано одно мероприятие. Прошу, найди меня снова. Думаю, я могу тебе помочь. Лады, что не сделаешь для поклонника? Странный типок на самом деле. Ну да ладно. Я тоже, знаешь, не фонтан. А ты, потыкивенные потроха. Понаставили тут колючек все их. Еще и эти бесячие призраки летят. Ой, как же я устал от всего этого. Как было хорошо на грядочке, когда еще был тыкивкой. Ох, эти сладенькие времена. Ух, не доверяю я ему. Да, я тоже не доверяю, но что поделать. В таком мире мы живем. А вот и наш новый друг. Ну, пойдем, подойдем. О, Джек, вот и ты. Я так рад, что мы снова встретились. Хочу рассказать тебе о моей жене. Мне на тебя плевать. Думаешь, мне не плевать на твою жену? Она боготворит тебя уже многие века. Она твоя самая преданная фанатка. Продолжай. Мы женаты уже 343 года. И она всегда восхищалась твоими свершениями. Мы проводим бесчисленные вечера, обсуждая твои подлые выходки и твои коварства. Она могущественная ведьма, а я собираю ингредиенты для ее величайшего отвара. Ведьма? Она может мне пригодиться в битве с волшебником. Я бы с ней поговорил. Уверен, она с радостью поможет. Но сперва я должен найти ингредиенты. Если ты найдешь нужные ей грибы, я отведу тебя к ней. Зачем? Почему ты просто не скажешь, где ее искать? Только этот конь сможет оставить тебя к моей жене. Поедешь на нем, если найдешь грибы. Чёртовы курьерские задания в виде играх. Ладно, я соберу твои дурацкие грибы. Примного благодарен. И я останусь здесь и буду ждать твоего возвращения. Псс, эй, конь. Может мы по-братски договоримся с тобой? У меня морковка есть. Он, кстати, какой-то плюшевый, что ли. А, не, это конь нежить. Вон, ребра торчат снизу. Ладно, походу с конем не договориться. Пойду, пожалуй, собирать грибы. Лучше грибов ничего нет. Мы их ели, когда были птенцами. До сих пор обожаю. Да, я их тоже любил, когда был человеком. А сейчас не попросту незачем есть. Ух ты, нифига себе, прикольно. Смотри, какие большие грибы. Ю-ху. Прям какой-то болотный аттракцион. Вот ещё грибочки. Но их собрать нельзя. Ворон, ты самое главное, тут грибы не клюй и не ешь. А то кто знает, в кого ты превратишься. Или сдохнешь. А, вот как нам дальше. Если нет прохода, значит, ищи грибы. Полетели. В смысле полетели? Ты и так летаешь. Ты что, грибов объелся? Я же тебе говорил, не кушай тут ничего. О, крыски приуныли. Сейчас взбодрим. И ещё пару шагов. И мы у гриба. Вон он светится. Всего лишь прыгнуть нужно. Чан это, конечно, хорошо. А вот та вот тыква, это не очень. Только не говорите мне, что нужно сворачивать снова бошку. Ох, как я это ненавижу. Ну ладно, выхода нет. Тыква среди грибов. Так и хочется пуститься в пляс. Да, с моими щупальцами только джигу-дрыгу танцевать. В общем, что здесь сделать нужно? А, это музыкальные грибы. И вот ты на что намекал, Ворон. Ну, всё понятно. Просто сыграть мелодию, которую сыграл гриб. Чё-то я забыл. Подожди, давай ещё разок. Ага, ага, всё, уехал. Я, конечно, так быстро не смогу, пока доковыляю до грибов. Да я как бах! О, достижение дали за музыкальное сопровождение, которое я сыграл. Может, в музыканта податься, что ли? Вот он наш грибочек. Славно. Прекрасно, Джек. Теперь неси всё мне. О, телепорт. Это очень хорошо. Погоди-ка. Я такие телепорты уже видел. А может быть, ты не друг у меня вовсе, а? Какая-то западня. Я прямо вот чувствую. Ладно, фиг с тобой. Ага, просто прелесть. Впервые за многие года я вижу настолько прекрасный гриб. Спасибо, Джек. Несомненно, легенда тебе не лгут. Да-да-да, я знаю, что великолепен. Теперь давай коня. Ах, конечно. Он хорошо знает путь. Садись на него и скачи. Ну, наконец-то. Давно я на конях не катался. Особенно на таких. За дело. Ух, с ветерком. Главное тыкву свою не потерять. Ох, тыквенные потроха. Вот это попрыгушки. Ворон, точи свой клюв. Конь-то тоже волшебный. По воде бежит. Круто-круто. Главное, чтобы этот конь по пути не развалился. Это же всё-таки нежить. Опачки, трамплинчик. Ща как прыгнем. По-по-подожди. Конь-то летать умеет. На кой чёрт я тогда перепрыгиваю препятствию? Может мы просто полетим? Дьявольщина какая-то. Зачем вот эти виражи, когда можно просто полететь? Короче, это происки хозяина этого коня. Я как чувствую. Финишная прямая. Либо налево, либо направо. Поедем направо. Ю-ху! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова